Глава двадцать первая. Встреча Отшельника с Государем. Видура сказал. Поведай мне, мудрец, о сынах и дочерях Ману, от которых произошел род человеческий. Святые предания гласят, что сыны первого Ману, Прияврата и Уттанапада были первыми правителями земли, заключающей в себе семь островов. В царстве их люди повсеместно чтили закон Бога, потому все были счастливы и миролюбивы. Ты обмолвился, что дочь Ману, Дева Хути, стала женой мудреца Кардамы, одного из властителей живых тварей. Кто родился у дочери Ману и Подвижника, обладавшего всеми восьмью тайными совершенствами? Что сталось с сынами Брахмы, Ручи и Дакшию, взявших в жены себе других дочерей Ману? Кто были их потомки и где они обитают ныне? Майтрея отвечал. Прежде чем исполнить наказ Создателя, Кардама удалился на берег полноводной Сарасвати, где предавался подвигу и покаянию десять тысяч лет. В трудах усмирения плоти мудрец снискал милость Всевышнего, кто благоволит всякому, уповающему на Него. В ту первую пору от сотворения Лотоса Оки и Владыка явил мудрецу свой облик, который возможно узреть лишь почитанием устава Подвижника и вниманием надмирному звуку. Чернокудрый Господь сиял светом тысячи солнц. И был облачен он в платье цвета чистого золота. Большой венок белых лотосов и кувшинок Обвивал его грудь и шею. Увенчанный золотым убором Владыка миров Держал в четырех могучих руках Морскую раковину, огненный круг, Грозную палицу и нежный лотос. В ушах его блистали серебряные подвески в виде морских драконов. На устах играла добродушная улыбка. Отмеченным на груди золотым знаком удачи и блистающим самоцветом кауступхою Всевышний парил в воздушном пространстве, стоя на плечах царственного орла Горуды. При виде спасителя сердце подвижника наполнилось покойной радостью. Он склонился перед Всевышним, сложив молитвен на ладони. «О благодатный Господь!» — молвил мудрец. «Ныне я знаю, для чего мне дадено зрение. Знаю, ради какой цели пружинники духа удаляются от мира, Смиряют страсти и стязают обетами плоть. Несчастные чадо твои, что очарованы игрою света, Молят тебя не спослать им плотские радости, Столь приятные поедателям испражнений. Ты милостиво дозволяешь им в полной мере Испить горькую брагу мирской суеты. Те же, кто жаждет спасения от бурь, Бушующих в море обмана, Сыщут его на ладье твоих лотосных стоп. Томимый похотью, Я, по примеру своих неразумных собратьев, Мечтаю обрести покой В тихой гавани семейного счастья. Потому прошу тебя, О, благодетель, Не спослать мне в жены Деву, что была бы близка мне по нраву, С которой я мог бы забыть о суетных волнениях, И кто, как небесная корова желаний, Утолила бы все мои нужды и чаяния. Волею своею ты создал соблазны, Пред которыми я не в силах устоять. Ты породил похоть и предметы ее насыщения, Заключив нас, слабых детей твоих, В порочный круг. Лишь в сине твоих благословенных стоп Душа способна отринуть соблазны плоти. Лишь упиваясь медом сказаний о тебе Мы можем возродиться к жизни счастливой, Свободной от тревог. Колесо твое о трех ступицах Вращается вокруг оси В вечной безмятежности Брахмана. У колеса сего тринадцать спиц, Триста шестьдесят сочленений И шесть ободьев. Полотно его украшено листьями, Коим нет числа. Стремителен бег колеса времени, С каждым оборотом которого Сокращается срок Отпущенный вселенной в целом И отдельным ее живым тварям. Но лишь вручивший тебе Свою жизнь без остатка Не будет стерт В жерновах колеса Вечного времени. Точно, паук, Ты плетешь из своей плоти Сеть бытия, Хранишь ее И в должный срок поглощаешь. Оставаясь неподвижен И безучастен, Не касаясь единого вещества, Ты разворачиваешь, Наблюдаешь И отправляешь в небытие Целое мироздание. Являя детям своим Грубые и тонкие Сплетения вещества, Ты дозволяешь им Сполна испить Из смрадного колодца Похоти и стяжательства. Господи всемогущий, Разумея, какую беду Я навлекаю себе, Вымаливая сиюминутное удовольствие, Я прошу Тебя Не дать мне забыть Среди соблазнов мира Нынешний образ Твой, Украшенный гирляндаю С листьями тулыси. Господи милосердный, В назидание заблудшим душам Ты создал чарующий мир обмана, Дабы несмышленные чадо Твои, Испробовав горечь разочарований, Навечно отвратились от лжи И ступили под сень Твоих лотосных стоп. Владыка, заступник малых мира сего, Я склоняюсь пред Тобою И молю Исполнить мою просьбу. Майтрея сказал, Повелитель исполинской птицы Улыбнулся, Подняв брови в одобрение Восторженным речам старца. Я знал, Кардама, О Твоих помыслах Участливо молвил Господь, Потому загодя Подготовил то, О чем мечтал Ты, Предаваясь покаянию, Усмиряя плоть и чувства. Заверяю Тебя, Что преданный мой слуга, Готовый всем пожертвовать мне, Никогда не познает Горечь разочарования, Даже в мире суеты и обмана. Верно Ты слышал О добродетельном Сыне Творца Именем Своем Хуа, Что волею Создателя Правит землею О семи морях и островах. Минует несколько дней, И досточтимый владыка, Что ценит долг превыше всего, Прибудет в Твою обитель Вместе с супругою Своею Шатарупою Для важного разговора. Дочь его, черноокая красавица, Дева Хути, Достигла брачного возраста, И родители Ищут для кроткой воспитанницы своей Достойного спутника жизни. Их выбор Пал на Тебя. Скоро сбудутся Давние грезы Твои. Станет Тебе женою Девица Царского рода, Услужливая и покорная, И будет ублажать Тебя, Как душе Твоей угодно. От семени Твоего Родит она Девять дочерей, Которые в должный черед Осчастливят Мужей своих Мудрых подвижников Многочисленным потомством. Ты же, Повинуясь моей воле И посвящая мне Плоды трудов, Очистишь сердце От желаний мира И ступишь В мою лучезарную обитель Вожделенное Отечество Всякой души. Утешая словом И делом страждущих, Ты постигнешь Вечность. Спасая ближнего От страха смерти И обмана, Ты узреешь Самое себя И всех вокруг Пребывающими во мне И меня Во всех И вся. Десятым Вашим чадом Будет Сын, В чьем образе Я не зайду В здешнее бытие, Дабы поведать людям Верную науку Счисления, Раскрывающую До подлинное Устройство Мира. Майтрея Сказал Известив Мудреца О грядущих Событиях, Господь, Чей образ Доступен Лишь беззаветно Преданным Ему душам, Покинул Берег Бинду-Саравары, Озеро Слез, Что Расположено В излучине Сарасвадим. Взглядом Благодатного Удивления Провожал Мудрец Владыку Тайных сил, И во взмахе Золотых крыльев Царь птицы Он слышал Ладную Песнь Самоведы. Когда же Милосердный Благодетель Скрылся Из виду, Кардама Приготовился Ждать Предрешенных Высшей Болью Событий. Меж тем Владыка Земли Ману Супругой И дочерью Уже Мчались По бескрайним Своим Владениям В поисках Достойного Родича. В день, Указанный Всевышним, Когда Кардама Сложил С себя Обеты Подвижника, Возле Хижины Его Остановилась Блистающая Золотом Колесница Царственного Семейства. Озеро, Что некогда Сделалось От слез Всевышнего, Когда Внимал Он Молитвам Верных Слуг, Хранит В водах Своих Живительную Силу. Спокон Веков К его Священным Берегам Сходились Отрешенные Старцы И паломники Для Почтения И богомолья. Священное Озеро Окружено Садами И рощами, Что цветут И плодоносят Круглый год. В прохладной Их Сини Сноют Миролюбивые Звери, На ветвях Вьют Гнезда Разноцветные Птицы. Властитель Земли Слышал Среди Деревьев Звонкие Птичьи Голоса И жужжание Пчел Пьяных От Цветочных Запахов. В роще Самовлюбленно Танцевали Гордые Павлины, Весело Перекликались Кукушки. Легкий Ветер Играл Листьями Деревьев. Кадамбы, Чампаки, Ашоки, Каранджи, Бакулы, Асаны, Кунды, Мандары, Кутаджи, Манго. В водной Глади Плескались Утки, Гуси, Лебеди, Журавли, Фламинго. Дикие Лани, Вепри, Дикобразы, Буйволы, Слоны, Обезьяны, Тигры, Львы, Мангусты, Олени И прочие Звери Мирно Уживались Друг с Другом. Ступив На священную Землю, Великий Владыка С супругою И дочерью Направились В хижину Отшельника, Который Только что Завершил Возлияние Масла В огненные Уста Всевышнего. В полупрозрачном Воздуке Лесного Жилища Из-под Ветхого Платья Золотом Светилась Кожа Кардамы, И видны Были Все чистые Черты Его стройного Могучего Тела, Которое До сих пор Несмотря На почтенный Возраст И лишение Не утеряло Своей гибкости Красоты И свежести. Густые Черные Волосы Подвижника Были Распущены По плечам И спине. Глаза Очертаниями Напоминавшие Лепестки Лотоса Горели В полумраке Как у Сильного Зверя Тигриной Породы Государь Испытал То же Веселье Сердце Какое Знакомо Ценителю Драгоценных Камней Увидевшему Сверкающие Переливы В неограненном Самоцвете Мудрец Поднялся Навстречу Гостям И Приветствовал Их Благословляющим Движением Руки Поклонившись Хозяину Гости По приглашению Последнего Покойно Уселись На циновке И Приготовились Внимать Его Слову Великий Государь Начал Кардама Должно Быть Цель Твоего Пришествия Остановить Беззаконие Вероятно Случившееся В твоем Царстве Наделенный Властью От Бога Ты вершишь Его закон И Я В деле Справедливости Твой Смиренный Раб Для Подданных Ты Солнце И Луна Огонь И Ветер Владыка Вот И Хозяин Времени Судья И Царь Небес Скажи Чем Я могу Служить Тебе И я Исполню Любой Твой Приказ От одного Вида Твоей Колесницы Воры И злодеи Прячутся По своим Берлогам Как Испуганные Шакалы Долго Не решаясь Вновь Показаться На свет Божий Взвоне Твоей Тетивы Вольнодумцы Враги Сословного Устройства Общества Слышат Карающий Глаз Посмертного Судьи В поступе Твоей Дружины Смутьяны Чуют Удары Карающего Жезла Бога Судьбы Ты Удерживаешь Мир От смуты Беззакония Ты Управа На Алчных И воров Покуда Ты С нами Нам Подданным Твоим Не грозит Никакая Беда Скажи О Владыка Что Привело Тебя В мою Скромную Хижину Поведай Своё Дело Я Буду Счастлив Угодить Тебе Дело Счастлив 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 Счастлив